Мне больно вступать. Она колено туда провалит. Судьбу Владимира Дегтярева решила одно слово. Если бы члены комиссии в индивидуальном плане реабилитации указали не модульный, а лечебно-тренировочный протез, сейчас бы мужчина мог наслаждаться летними прогулками вместе с супругой. Но он уже второй год в заперти. Даже по квартире ходит с трудом, превосмогая боль, которую причиняет протез. Протезист приезжал к Дегтяреву на дом и делал слепок тогда, когда культя продолжала формироваться. Он делал слепок, когда еще нога не совсем зажила. И на тот момент она была такая культя, большая. А со временем она сжалась, сузилась. И все, и нам протез велик. Мы не можем ходить. Да, культеприемник стал велик, очень велик. Да, он болтается. Но протез модульный, а менять его положено только через два года. Даже новые диагнозы у Владимира Михайловича для чиновников не аргумент. Фонд социального страхования отправляет супругов к поставщику протеза, а поставщик обратно в ФСС. А модульный протез дается на два года. То есть вот нам дали его и все. Как хочешь. Ходи, хочешь, не ходи на нем. А мы не можем на нем ходить. Он нам неудобный. А мы хотим ходить. Мы на улицу не появляемся лишний раз. Только в поликлинику, в больницу. За месяцы борьбы Светлана Дегтярева собрала целую папку документов. Их изучила Наталья Байрамова, представитель уполномоченного по правам человека в Одинцовском районе. Так, последняя комиссия, которая состоялась в начале июля, постановила имеющийся протез заменить на новый, соответствующий размеру, уже сформировавшийся культи. Как они объясняют, что вам не будут выдавать новый модульный? Ну, кто, ФСС? Я еще не была. Вот надо мне идти с новой программой. Я Татьяне Федоровне позвонила и сказала. Тем более, что она теперь уже знает, что я с вами. Было бы здорово. Я теперь буду с вами вместе ходить. Но в фонде социального страхования настаивают на ремонте протеза, а не на его замене. Хотя решение даже об этом пока не принято. Оно находится в стадии согласования. Что мы должны делать? Мы обращаемся к поставщику, который изготовил этот протез и запрашиваем у него калькуляцию стоимости ремонта данного изделия. Запрос с результатами нашей комиссии был направлен где-то в конце мая поставщику. Мы по настоящее время пока ответа не получили. В результате телефонных переговоров у нас этот вопрос находится на контроле. Мы выяснили, что калькуляция готова, находится на подписи у руководителя, который на днях возвращается из командировки. То есть в ближайшие дни он будет подписан и направлен нам. Как выйти из этой ситуации? А все очень просто. Нужно просто признать ошибку. Один убрать и сделать такой, как положено. Тем более, сегодня на руках у Дегтярева имеется новая индивидуальная программа реабилитации, где четко указано от 2016 года, что ему требуется модульный протез на два года. Так сделайте его, пожалуйста. В принципе, я сегодня, погрузившись в эту проблему, поняла, что теперь мы вместе будем со Светланой Владимировной защищать интересы Владимира Михайловича. И пока руководство фирмы-поставщика находится в командировке, Владимир Дегтярев продолжает наслаждаться летом, не выходя из дома. И ждать, что когда-нибудь он сможет снова прогуляться по улице вместе со своей женой. Продолжение следует...